Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Исхода» и обратимся ко второй главе. Первая глава закончилась на том, что, как кажется, фараоново зло должно победить и должно привести к полному уничтожению народа божьего, пусть и относительно многочисленного, но задавленного тяжкими работами, рабским трудом и подвергающегося геноциду, истреблению по национальному признаку. Как будет в этой ситуации действовать Бог? Для тех людей, которые записывают это, чрезвычайно важно предложить читателю вот некоторую довольно простую, но совершенно неочевидную модель. Они рассказывают о том, что Бог избирает и призывает некоторого человека, через которого потом будет осуществляться спасение. И это повторяется на самом деле из раза в раз. Здесь мы увидим, что нечто подобное наблюдается и в истории Авраама, но с Моисеем это бросается в глаза. Вот огромный, большой, многочисленный народ божий, огромный Египет, жуткий фараон, дрянь такая, которая предлагает всех младенцев мужского пола убивать. Ну, там, две повивальные бабки, которые живут по совести и не делают этого, ну, совершенно не хватает. Ну, конечно, можно что-нибудь другое придумать. Но авторы свидетельствуют о том, что Бог в подобных случаях избирает человека, через которого он будет вмешиваться в эту историю. Пока Моисей маленький, пока он там лежит в корзинке на берегу Нила или воспитывается, выкармливается собственной матерью, или воспитывается дочерью фараона, проходят годы и годы, годы и годы. И страшная судьба за это время постигает великое множество израильтян. И многие лишаются жизни, проходят эти годы в муках, скорбях и рабском труде. Лучше было бы, чтобы вместо маленького младенца в корзинке этого Моисея пришли бы 40 тысяч ангелов с какими-нибудь там вооружениями сверкающими и надавали по шее всем этим фараонам и его подручным. Но так не происходит. Так замыслил Бог. Так он будет действовать через царей, которых, как Давида, он тоже выберет и призовет сам. Ну и, конечно, самое главное, что так будет происходить через Мессия Израилева, Сына Божьего. Понимаете, Моисей здесь действительно становится прообразом Спасителя. И весь этот рассказ во второй главе как раз говорит о том, что так Бог действует. Нужен человек, который, будучи человеком, будет, тем не менее, исполнять волю, замысел и призыв Божий. Вот, собственно, вторая глава рассказывает о том, что, да, некто из племени Ливиина, жена зачала, родила сына, скрывала три месяца, положила в корзинку осмоленную и поставила на берегу реки. И там такая очень литературная, конечно, коллизия, когда принцесса, дочь фараона, находит корзинку. Ей говорят, а вот там кормилица нужна. И мать, собственно, выкармливает Моисея, а потом его выращивает. И воспитывает эта самая дочь фараона. Очень такая удивительная история. Удивительная, конечно. Но она объясняет, почему Моисей выжил, как-то и так вышло. И вообще говоря, объясняет, почему Моисей знаком со всей египетской премудростью. Потому что, ну да, вот он воспитан, дочь ее фараона. Но это на самом деле не ключевой, не главный сюжет главы. А главный сюжет, вторая половина, которая начинается с 11 стиха. Потому что вот автор, составитель, мы будем называть весь этот коллектив людей, тех, кто рассказ рассказывал, кто его записывал, кто компилировал, редактировал. Вот будем их всех называть словом автор при всей разности их интенций. Автор рассказывает нам о угнетении, рабстве, обреченности на гибель, совесть только этих самых бабок повивальных противостоит этой гибели. И Бог избирает некоего человека, который младенец растет, вырос. Дальше что? Моисей вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы. Увидел, как тяжело евреям, как тяжело израильтянам в этом самом египетском рабстве. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов израилевых. И, говорит этот рассказ, Моисей вступается за еврея, своего брата по крови, и убивает египтянина. Убивает, закапывает в пустыне. Ну и через короткое время, на другой день, он увидел, что два еврея ссорятся. И обижающему тому, кто обижает, значит, кто виноват в этой ссоре, он говорит, зачем ты бьешь ближнего твоего. Во-первых, вот возникает это слово «ближние». Те, кто рядом, те, кто вместе, те, с кем мы связаны, и с кем нам следует быть связанными некоторыми узами мира. Кому следует делать добро, а не зло. Вот ближнее. Зачем ты бьешь ближнего твоего? Вот это межчеловеческое зло между египтянином и евреем, между двумя евреями. Вот эта вражда, ненависть, жестокость, насилие, которое в предыдущей главе олицетворяется фараоном, убивающим весь израильский народ. Здесь это вот нечто межчеловеческое и вполне себе не связанное с этническими особенностями, свойственное египтянину и еврею. И вот Моисей пытается вмешаться в ссору, и ему говорят, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Теперь что, ты меня тоже убьешь, как вчера египтянина? И Моисей испугался и решил, что об этом узнали, и действительно фараон услышал, хотел убить Моисея. Ну вот такое вот в мире происходит сплошь и рядом. Люди ссорятся. Иногда угнетатели бьют угнетаемых, как египтянин еврея, а иногда сами угнетенные дерутся друг с другом, сражаются и ненавидят. И вот в мире много зла. И авторы книги «Исхода» очевидным образом вот это насилие, эта жестокость, это причинение скорби ближнему видят как проявление зла. Что и кто с этим может сделать? Вот важнейший вопрос. Буквально вскользь, в нескольких стихах они говорят о том, что вот Моисей, для читателя Моисей – это друг Божий, тот, от кого, собственно, идет наш завет, наш народ, наш образ жизни, все идет от Моисея. Вот он попытался противостоять злу насилию. Он попытался противостоять вот этому египтянину, который бьет еврея. Силой убил египтянина. Что из этого вышло? Ничего. Что изменилось? Ничего. Ничего не изменилось. Силой, путем насилия, путем, там, такого же зла, или меньшего, или большего, невозможно победить зло в этом мире. Вот, собственно, о чем этот рассказ. Да, евреи в Египте страдают, и фараон ужасный уничтожает их и угнетает, и отягощает изнурительными работами. Но это невозможно просто свергнуть. Понимаете? Даже если все евреи восстанут и пойдут брать штурмом дворец фараона, значит, вот это будет все то же самое, только поменяются роли угнетателей и угнетаемых. Это не решение проблемы, и не то решение, которое одобряет Бог. Вот чрезвычайно важно. Прежде чем рассказывать о том, как Бог через избранного им Моисея потом, со временем, в нужный момент, будет побеждать зло, а книга-то вся именно о победе над злом, да, прежде чем об этом рассказывать, авторы показывают, что человеческие методы здесь не работают. И вот это вот шило на мыло, когда вместо того, что плохие убивают хороших, теперь условно хорошие убивают бывших плохих, ничего не меняется. И это тоже на самом деле чрезвычайно важный элемент рассказа, очень существенный. Он становится как бы фоном для всего дальнейшего повествования о спасении. То, что вот по-человечески спастись от зла не получится, как Бог будет это сделать? Ну и, наконец, третья, заключительная часть этой главы говорит о ромах, что вот Моисей убежал от фараона, пришел в пустыню, в землю Мадиамскую, и тоже там такая несколько романтическая история о женитьбе Моисея, его жизни у Иофора. до некоторой степени напоминает рассказы книги Бытия, там, о патриархах, но только до некоторой степени. Тем не менее, вот эти самые семь дочерей Иофора пришли к колодцу за водой. Там не на каждом углу колодец, поэтому то, что пустыхи отогнали этих самых дочерей Иофоров в пустыню, это серьезная очень вещь. Вот Моисей защитил вероятнее всего для того человека, который записывает этот рассказ, ну, наверное, и для того, кто его вставляет в текст, да, в готовый сборник, компилирует, собственно. Здесь важно, что Моисей ведет себя в этой истории как ну, как нормальный мужик, как порядочный человек. Он отгоняет этих пустыхов, защищает этих самых сестер беззащитных и начерпывает им воды, потому что колодец глубокий, это трудно, воды нужно много и так далее. Вот, Моисей поступает по-человечески. И как в предыдущей главе, повивальные бабки, боящиеся Бога, поступают по совести, Бог творит им добро. Бог благословляет домоих. Здесь Моисей поступает по совести, это не значит, что там, то, как он накостылял этим самым пастухам, это обязательно пример для подражания. Но, тем не менее, он поступает по совести, правильно, и, по крайней мере, для той эпохи. И Бог благословляет его, и его поэтому призывает в свой дом, в свой шатер. И Афор, он женится на одной из этих дочерей и становится в этом племени своим, и у него рождаются дети. вот, Моисей в принципе обретает то, что будет в глазах читателя залогом некоторой вечной жизни, потому что для того и нужны дети, чтобы продлилось, чтобы жил ты, потомство твое. это представление эпохи. Вот, но оказывается еще одна важная вещь, которая будет откровением о Боге, а не о Моисею, то, что от связей соединяющих людей, от родства, от уз крови и от уз сострадания невозможно уйти. Моисей, казалось бы, встроился в племя Иофора, вроде все уже дальше впереди, все хорошо, дети, пенсия, все, но он не может абстрагироваться, исчезнуть из истории судьбы еврейского народа, потому что как-то вот с самого начала Бог так предназначил. И вот последние стихи второй главы, может быть, их следовало бы присоединить к третьей, как это очень часто бывает, разбивка текста на главы поздняя и далек не идеальная. Тем не менее, вот говорится о том, что умер царь египетский, а сыны Израилевы стинали от работы, выпияли, и вопль их вошел к Богу. Вот Моисей живет на свободе, у него все хорошо. Но Бог услышал вопль израил царь Египте. Продолжение следует...